Всем здарова народ, вы о канале Бублик Ченнел, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте GreenTage Roleplay. Ссылка на проект, естественно, будет в описании под роликом. Переходите, скачивайте, регистрируйтесь, вводите мой никнейм при регистрации Adam's Munchini и получайте 100 тысяч рублей при достижении пятого уровня. Ну а сейчас я, как вы видите, нахожусь не в полиции, нет, я не ушел из ГИВДД, просто я решил немножечко поиграть от лица обычного гражданского человека. И вот два моих автомобиля, кстати, почему-то ГТР стал черным, хотя он никогда в жизни не был черным, он был темно-синим. Вот, и у меня есть еще битый X5, давайте мы для начала починим X5, вот, ну и, наверное, на нем покатаемся. Почему вообще я зашел без... не в полицейской форме и сейчас у нас не будет ДПС? Во-первых, один я патрулировать не могу, вот, а Егор сейчас как бы занят, ну, во-первых, что занят? Сейчас в полдвенадцатого утра или дня, я не знаю, как правильно сказать. Короче, да, Егор пока не может, и я решил, раз уж так пошло, так, подождите, 4-5, 4-3, по-моему. Блядь. Вот, Егор не может, и потом мы обязательно запишем с ним будни ДПС, то есть сейчас я бы хотел вообще погрузиться в атмосферу Гринтэча именно от роли гражданского человека и, возможно, даже устроить какую-нибудь погоню, но это вряд ли, это вряд ли получится. Там, если причина, нужно так, зачем я сюда зашел? Я хотел оплатить налог на дом, вот, а на дом я хотел оплатить, выбрать, что мне, сколько, на 13 дней я плачу, да-да-да, надо уже оплачивать на 17 деньков и 17 тысяч мы с вами потратим. Так, хорошо, поехали чинтекс пятый, поехали чинтекс пятый, еще мне нужно покушать. Ага, нейтралка, понял, на нейтралке стартанул, вообще на пофиг. Так, мне еще нужно, да, а, еще я хотел скин себе купить, правда денег у меня не особо много, но это решаемая проблема. Поэтому посмотрим сейчас, какие скины можно присмотреть, а то мне надоелось в этом дефолтом скине ходить. О, стоп, что? О, изменили. В последний раз, когда я сюда заходил, здесь такого не было. Маппинг изменили, фига. Короче, ну, я думаю, вы помните, что тут стояла просто вот такая вот хибитка, как та, только чуть-чуть другая. Короче, блин, тут прям большую какую-то чечнягу поставили, фига. Еще и автомойка. Так, ремонт транспортного средства, давайте мы починим две, давайте наличными оплачиваем, потому что на карте оплачиваем, оплачиваем, а оплатим, потому что на карте я использую деньги чисто для оплаты хаты. Так, ремонт и ремонт двигателя тоже оплатим. Диагностику давайте проведем. У меня все отлично, все отлично. А вовремя то проходил, не бита, не крашена машина, так что могу спокойно кому-нибудь продать, и все будут в шоке. Так, автомойка. Автомойки 700 рублей. Давайте помоем, что-то изменится вообще. Мне кажется, нет. Мне кажется, это чисто, этот, ваша машина помытая. Мне кажется, ваша машина чистая была бы, как-то лучше бы звучала. Так, я еще понял, что у меня не включен. Ну, сейчас обратно. ЕНБ. Кстати, вот тени, вот смотрите, вот так, очень красивая картинка, да, но вы только начинаете вот так двигать, и оно все лагает. Поехали искать, где я могу поменять себе скин, потому что, часто говоря, я хер знает, где менять скин. Надо у кого-нибудь остановиться и по РП спросить. Так, найти ближайший магазин одежды. А, так вот, он прям сзади был. Отлично. Ой, билят, ой, билят. Надеюсь, он это не увидел. Я ехал на зеленый, я ни при чем. Да, господи, ну я на зеленый ехал. Я ехал на зеленый, вы видели? Я видел на зеленый, и оно прям четко в момент, как я приезжал, оно перезарядилось в красный. Ля, ля, ля какой. Идет, идет. Так, я сейчас спрошу, во-первых, за что. Возможно, они меня затонировали номера, кстати. Но я не буду с ними как-то ерничать и все такое, потому что все-таки это мои коллеги по работе. Поэтому постараемся все сделать максимально адекватно. Приветствую. Так, ой, я не хотел выходить. Здравствуйте. А, сервер закрыл соединение. Мне вылетело. А, понял. Так, слышь, мне я пустил окно. И теперь я ему говорю, здравствуйте. А, да господи, нужно же системно открыть окно. Какой я тупой. Окно. Когда-нибудь я запомню это. Так, все, еще раз здравствуйте. Так, сержант полиции, автомобиль, максимальная передача. Что? А, это моя отыгровка. Почему нарушаете? Я ехал на зеленом перекресток прямо в момент, когда я переезжал перекресток. Переезжал, во-первых, и вот здесь В. Нафиксировал у вас движение без регистрационных заданков, тонировку, проезд на перешающий сигнал светофора. Ну, это понятно. Движение, ну, да, есть к чему придраться. А также разворот через войну сплошную линию сбитки. А это он тоже за... Ладно, ладно. Короче, ситуация такая, что можно забить херный этот светофор. Пусть и даже спорить не буду с ним. Потому что тут у меня такая ситуация произошла. Что, как бы, мне кажется, вообще бессмысленно что-либо делать. Товарищ полицейский, я очень спешил, прошу меня простить. Со светофором реально на зеленый ехал, но остальное я номера поставлю, тонер сниму. Ну, вообще-то нет, но вдруг простит. Вот, мне надо было прям вот... Я ехал одежду покупать, сука. Одежду. Одежду. Вот, одежда сзади находится. Мне к нему надо. Просто понимаете, что прикол? Ладно, тонер. И ладно... Но, смотри, сюда я составляю лишь протоколы. А, ну тогда давайте передадим документы. Просто у меня нет IC причин для погони. Вот, но если он мне скажет, что меня сейчас будут анонировать витеринское строение, тогда я втоплю. Слышьми. А как? А какая? Какие команды? Я не помню. Я знаю тех пасс одну. А у них погоня сейчас будет, походу. Лол. Четырка. Четырка стояла. Он пошел, походу, за... Что-то он брал там. Да, они взяли... Вот он взял. Лежит прибор метатоник. Короче, он тонировку должен был у четырки проверить. Но, видимо, из-за того, что... На четырка уехала. Хе-хе. А что не поехали за четыркой? Ну да, конечно. Я интереснее. Зачем им четырка? Уже нарушение... Уже имеется нарушение ПДД. Нет регистрации в ГИБДД. Хе-хе. Я такой букет собрал. Я буквально за 10 секунд собрал букет просто на все. Вот что... Вот со мной все, что хочет он сейчас сделать. Просто... Ну... Блин, ну с красным реально не специально получилось. Там зеленый был. Я проезжал, загорелся красный. Еще и менты стояли на том перекрестке. Так не круто было. Ну, пока... Почему не регистрировали? Я выезжал с города, вот только за руль сел. Надо что-то придумать, чтобы, блин... Он... 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 Он меня пощадил просто. Тут убийственная система лишения прав. То есть вас могут лишить прав... По-моему, от 3-х часов... Если я не ошибаюсь, от 3-х до 12-ти. И суть в чем? Это не просто час. То есть как вас забанили, вы день не заходите в игру, и бан пропадает. А вы должны отыграть эти часы. То есть вы должны 3 часа без прав играть. Это так ужасно. Это просто... Это... Я боюсь этого, я не хочу. Что-то он посидел на переднем сидении, ничего не отыграл. Вообще ничего. А, нет, стоп, кладет только водитель на торпеду. Открывает батюшек, берет из него чехол-тряпочку. Твой чехол берет, с него... Тоник включает, но управляет водитель. Окно поднимите. Блядь. ВАЗ-2114, Харитон Евгений. Вот этот, вот этот, вот, ребят, 2114. Вот этот Илья Авдаев сейчас дает на него наводку. Видите, в чате я шишки БТДшник. Вот, и они как раз-таки то, что... Вот он здесь стоял. Но они за ним не поехали, а в обычной ситуации они бы за ним 100% поехали. Но просто тут стою я, а меня вот так просто нельзя отпускать. Поэтому, да. Ну, сейчас он замерит. Узнает, что у меня еще и тонировка. Максимум. Господи, за что? А от реножки я еще, скорее всего, уеду. От Шкоды вряд ли. Открыл я, открыл я, и без тебя нет. Смотрите, я быстрее открыл, чем он сказал. Он такой, окно открой, а я уже открыл. 5 и 10 процентов. Ну, ничто не идеально. В отношении вас будет составлен административный материал по части 1, статье 20.1, части 3.1, статье 12.5. Части 6... 20.9, часть 1, это процессы запрещения ситуации светофора. Я же объяснил ситуацию светофора. Так, сейчас, секунду, я сам перепроверю. Я еду, горит зеленый. Загорелся желтый, я смотрю на них, и я на желтый проезжаю, а не на красный. Ну, блин, вообще, 60 км в час, ну, как бы, ну, спорный момент. Что случилось? Ну, там Илья сейчас, вон, видите, да, вписывает информацию, что-то. Вообще, это плохо, что он передал протокол Илье, потому что Илья меня по званию может лишить прав, а он меня не мог лишить прав. Но, там, блядь, 4 нарушения, 2 из которых, ну, красный, не знаю, но 2 сплошные точно тянет на лишение прав. Так, стоп, но он мне выписал 3 штрафа. Если он мне сейчас выпишет 4 штраф, то значит, прав меня точно не лишат, потому что он выбрал штраф вместо лишения. По-моему, это так работает, но я не уверен. Ебать, с 50 тысяч на штрафы сейчас уйдет. Ёлканы, вколканы, ёлки-палки. Это дичь, это дичь просто. Здравствуйте, Авдаев. А, я Авдаев договорил, Авдаев. Сейчас протокольчик подпишите. И? Устремляйте тонировку тогда, да, ёптс, твою, блядь, говно, ебучее. Слэш-бэ. А как? Всё, снимай тонировку с обувого стекла. Обидно, да, обидно. Очень обидно. Не к такому меня жизнь готовила, чтобы я снимал сейчас тонировку с своей тачки. Ну, просто, если причина нужна была, ну, они мне выписали штрафы вместо лишения прав. То есть, уже поступили довольно-таки снисходительно ко мне, поэтому не буду их лишний раз. Короче, им насрать на то, что я говорил про светофор, но при этом, да, они мне выписали 4 ебучих штрафа. Но зато я, блин, с правами вроде бы остался. Всего доброго, не нарушайте больше. И да, если вы что-то не поставите машинку, будет лишение. Короче, да, пощадили меня товарищи полицейские, не лишили меня сразу. Ну, потому, блин, вообще по факту, мне кажется, что лишить они меня могли. Я поговорю в следующий раз с Егором. Да, я такой себе полицейский. Я не знаю, могли они или нет. Вот, но, скорее всего, могли. Потому что, опять же, две сплошные. Красный. Нет. Тонер. Номера. Вот, и все вот это в совокупности. Да и вообще там только одного, мне кажется, одной-двеной сплошной хватало. Вот, если тут по РП правилам, то могли. Но они меня реально прям снисходительно довольно-таки ко мне отнесли. За что им огромное спасибо. Вот, вот, не душнилы, не душнилы. Приятно, когда не душат. Очень приятно, когда не душат. Поэтому погоню мы как-нибудь с ними все-таки устроим. Но законными способами. А сейчас я, наконец, приду в магазин одежды и куплю себе одежду. Потому что я уже запарился ходить в таком скине. А еще я голодный и кушать хочу. О, вот это более-менее. У этого хотя бы часы золотые есть. Так, все, скин я себе купил, наконец-то. Наконец-то я себе купил скин. Машину я трогать не буду, потому что там стоят менты. Которые наверняка захотят меня потрогать. А пойду просто пешочком прогуляюсь. Куплю себе покушать. Попить. Короче, что в итоге, ребят? Все, я успешно все оплатил. И, видимо, я их оплатил с какой-то скидкой. Потому что как-то у меня мало денег ушло. По-моему, мне 25 тысяч ушло. Наверное, из-за того, что сразу оплатил. Поэтому скидка была. Короче, все, ребят. На этом буду заканчиваться. Сейчас перекушу. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Немножечко мы опять посуетили с ментами. Без погони, правда. Но это будет дальше, если вы, конечно, захотите. Все. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока.